доброе утро благословение господне каждому из вас мои возлюбленные и дорогие аллилуйя слава 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 господу нашему чудни прекрасный замечательный аллилуйя слава иисусу слава иисусу бог верен друзья мои его имя верны и он благ во всякое время потому он говорит скажите праведнику благо ему ибо он буду вкушать от плоды дел свои аллилуйя какой у нас добрый бог а друзья мои какой у нас с вами прекрасный верный чудесный бог аллилуйя когда я думаю о его любви меня просто наполняется радостью и слов даже не хватает аллилуйя слава иисусу кресту вы знаете когда мы с вами читаем книга как плач ереми плач ереми 3 глава 22 стиха и 23 стих аллилуйя аллилуйя написано по милости господа мы не исчезли чудово ибо милоседие его не истощилось оно обновляется каждое утро велика верность твоя давайте скажем вместе господь велика верность твоя сегодня я только что приехал из поездки и хочу сказать вам я очень рад знаете почему вы поймете сейчас сегодня у меня день рождения и когда я смотрю на свою жизнь 30 копейками лет в украине я понимаю одно милость божьей не исчезла в моей жизни милоседие его не истощилось моей жизни каждое утро обновляется они аллилуйя и бог господь наши с вами велика его верно три вещи сохранил мою жизни в этот час мира и час африки до того что я приехал сюда с чрева матери до сегодняшнего дня что я делюсь вами и говорю с вами три вещи сохранили меня милость божия милоседие его и верность его аллилуйя слава богу и моя молитва для каждого из вас чтобы милость божья не закончилась для вас аминь чтобы милоседие его тоже не закончилось для вас аминь потому что написано то что мы только что читали что она обновляется каждое утро вы понимаете почему мы дышим мы дышим потому что бог что-то сделать для нас вами сегодня милость его обновилась милоседие его обновилась и верность его велика верность заключает в том что он следит за тем чтобы каждое утро у тебя у меня была его милость каждое утро у тебя у меня было что милоседие благодаря них благодаря милости мы не исчезли благодаря милоседие его мы здесь это милоседие не случилось и мы дышим и мы живем это в этом выражается его здоровье для нас его любовь к нам его мир к нам о боже благодарю тебя числе не дни мои твои руки и ты прибавляешь и сегодня ты прибавишь еще один год 1 месяц 1 день 1 секунду вся слава тебе присоединяйтесь со мной благодаря господа за лето жизни которые он дал мне и я уверен что вы будете жить в силе здоровья крепости как он дает мне без сомнения я знаю что иисус крисов вчера сегодня во веки тоже он сделать для каждого из нас амин поэтому сказать благо тебе самсон и благо тебе светлана людмила шимко людмила горилова и все дорогие мои его блага я нина дина татьяна ала тамара о мои друзей армении аллилуйя асфальт бария аллилуйя иисус бария аллилуйя о слава богу слава богу широкаритур аллилуйя слава иисусу пусть господь сына благословляет каждого из вас у меня сейчас переполненный радость вы не представляете что вы есть я есть у нас господа он есть для каждого из нас амин слава богу сегодня я хочу продолжить с вами тему которую мы затронули дела и учение иисуса креста скажу вам по правде это то что мне сохраняет это то что мне укрепляет дела его дает мне силу когда я размышляю когда я думаю о дело крестово я знаю на столько у меня любит когда на подушке я сплю и думаю а дело луви его дело которого совершено кресте ради меня дела которые он совершил перисподне я ключи ада и смерти и восторженно не ради меня и воскресе для моего оправдания при бога и что он меня не судит а у меня любит эти дела просто слов не хватает выразить благодарность а ему слава тебе господи когда я размышляю о дела твои господи моё сердце перепоняется жизни радость халлилуйя и так же я верю для каждого из нас халлилуйя как насчет его учения как его начали его учение помогает нам идти по этой жизни были многие сложности многие трудности смятения но его учение как инструкции как инструктор выводи нас о себе опасность были моменты когда дьявосина только нас трудности болезнями опасности мечами оружием и пистолетом ставили на нас и так далее но его инструкции его учение выводили нас о себе эти опасность сына только нас дьявола чтобы мы упали чтобы умирали но господь подними нас подреживать нас обнови нас свои милости милосердия аллилуйя велика его верность и сегодня мы славим господа это сила в этом господь крепость моя господь убежище мое господь сила моя халлилуйя и не боюсь что сделать со мной враги мои и будто кто во мне те которые с нами больше того кто в мире скажите на это жилье амин аллилуйя слава иисусу диане апостолов 1 глава диане апостолов 1 глава который мы начали говорить первой книгу написал я тебе фиофиум о всем что иисус делал и чему учил до того дня в который он вас несет дав с этим духом повеление апостолам которые избра которым и яви себе живым пострадание своем с многими верными доказательствами продолжение сорока дней являясь им и говоря о садстве божий это прекрасно понимал что после того что иисус воскрес и смертый его главная тема для учеников дух святой и садство божий как он сказал матфея 6 33 стих прежде прежде то есть номер один для нас должен быть что поиск садство божий ищите садство божий и правду его а все остальное приложится что значит искать это вникать вникать внедрять понимать открывайте для себе садство божий поймите изучайте принцип закона садство божий действия садство божий что внутри кто там главный люди которые садство что какие права они имеют что они могут я что они не могу делать найдем другое время и мы будем расширять это садство божий говорить об этом но это была серьезная тема для иисуса потому что это бы его первое проповедь время пришел время настало покаятись и верите евангелие садство аллилуйя небесным он его первое проповедь касается садство божий на сколько это важно это то место где он хочет чтобы тебе и жизнь садство божий начинается не после смерти а после уверования и принятия иисуса креста сезон после возрождения апеллилуйя ты уже начинаешь жить вечную жизни садство божий и он называет тебе что народ избранный народ святой со священством мими взять его удел божий чтобы освещать дела его аминь и поэтому дело и ученица креста так необходима для каждого из нас христиане иисус понимает что если он пришел в этом мире и только творить чудеса 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 а мы не знаем как жить у нас будет проблем когда мы читаем салон со второй глава 6 стих написал господ показал пути своей моисею а дела из зелеского народа у моисея было преимущество на народа видите моисе знал как бог что-то делает и почему бог что-то делает и зачем бог что-то делает для кого он это делает что за этим стоит а народ только видит дела то есть результат пути господни если моисе бог как народа когда только дела видели он не мог бы вывести их от фараона с египет и не привел и через море что такое знать пути господни это знать его как лично знать о чем он говорит познать его волю как иисус учиться да будет твоя воля твое желание твое хотели что ты хочешь как павел сказать господи что ты хочешь чтобы я сделать эти пути господни если сказать я есть им путь это те ходи божьи те ходи божьи чтобы дойти до куда-то путь показывать направление путь показывает ведение куда надо идти зачем надо идти что нас ожидает путь определяет цель и предназначение и поэтому познать пути господни это очень важно и очень актуально для каждого из нас и как раз учение иса христа открывает на пути господни когда один из учеников покажи нам путь он сказал я и если это путь я с тобой я есть это путь если ты будешь соблюдать все что я учу тебе я приду к тебе отец мой придет тебе и мы будем с тобой и вечеринство с тобой тебя не надо идти куда-то далеко если я буду в тебе слова мои будут тебе идти прибудешь мои слова чего пожелаете просите и дана будет тебе это удивительное наставление учение который ведет к победе неразрушение например он сказал бодрствуйте хотя бы один час со мной чтобы не впасть в искушение бодрствование молиться хотя бы один час чтобы не впасть в искушение кому он обращаться нам всем нам всем и это слово и для маленьких детей и для взрослых для молодежь и для стародежь поверьте мне так же как святой дух для сыновей и дочери и юноши наши и для стародежь так же любое слово божье для каждого поэтому написано наставляйте детей путем которые они должны ходить и когда они вас расстают не отходят от этого станет часть их жизни мышление и образ думки во имя иисуса христа поэтому он дает нам понять что не хочет впасть в искушение бодрствуйте хотя бы час да можно как служить и пастор епископ пророк неважно твой титул и погон иметь при себе молитвенную группу когда тайскую группу который молятся за тебя это чудово но ты сам должен молиться хотя бы час сам иисус как лидер молиться минимум три часа когда он просил учеников своих хотя бы час но он три раза больше потому что надо действовать согласно слова и вести свои люди победе но для ученики хотя бы один час чтобы не впасть в искушение одна из пути победы это хотя бы один час каждый день найти для молитвы а потом найти время для учения вникания писания прежде со свобода и правды его праведность прежде прежде не не работа не деньги не не гуляния не базар не как-то кладбище гопки это прежде сасла божий и правды его прежде слова божий прежде пути господни прежде бог тогда сатана тебе не победит никак многие служители многие верующие впали в искушение и стали жертву это дьявольские козни и хитрость и так далее знаете почему не бодро спути за них кто-то молится я вчера сказал городе где я бы помогать и я уверен и повторяю за меня может молиться люди это замечательно когда кто-то о тебе молится но я сам должен молиться тоже за себя и за свое призвание предназначение те которые молятся за тебе не будут впасть в искушение а ты который не молится тебе подерпоffentlich потому что они будут лучше göster за тебе и часто не буду молиться чтобы быть не впасть в искушение за твоего здоровью или за женщине за успеха казалось им не когда appealing но чтобы они впасть в искушение ты должен молиться ты дожи молиться и это есть действие твоей веры относительно к Писанию. Аминь. Девочки хитрые. Ева не молилась, Адам не молились и легко впали в искушение. Плоди дерева привели к тому, чтобы все люди в мире умирали. И по сущанию желание вкушать плоди дерева смотри в последствии. Поэтому желание молиться изменит много чего в нашей с вами жизни. Поэтому Иисусу было важно учить своими учениками принципы царства. Делать так, чтобы не впасть в искушение. Следовать за учением святым духом. Двигаться и совершать призвание в вашей жизни. Аминь. Мы, люди, взяты будем. Если вы согласны, скажите аминь. Сегодня я хочу немножко расширять наши разговоры. Иванглок Иоанна, 6 глава, 28 стих. Иванглок Иоанна, 6, 28. Если вы открыли, скажите слава Богу. Халилуя. Халилуя. Господь за меня. Люди обратили к Иисусу и задали такие вопросы. Я думаю, что вы тоже от времени в времени задаете такие вопросы. Я тоже задал себе много раз, что они говорят. Итак, сказали Иисусу, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вы задали такой вопрос когда-нибудь? О, да, я тоже. Что мне делать, чтобы творить дела Божьи? Я хочу творить дела Божьи в Украине. Я посвятил свою жизнь чтобы творить дела Божьи в Украине и за пределы Украины. что мне делать творить дела Божьи? И мы сегодня говорим о делах и учения Сокриса. И врач и евангелист Лука пишет своему другу достопочительный фиофил и говорит ему о делах и учения Сокриса. Теперь, что мне делать, чтобы творить дела Божьи? Какие дела Иисус творил? Мы знаем. Он сказал передайте Иоанну что вы видите что вы слышите что стрепье прозревает храме ходят глухие слышат мед воскрешается и блажен человек который соблазняется во мне. Фома сказал блажен человека блажен верующему верующего человек который не верит но верит он благословлен он что еще учил людей это тоже есть дела само действие есть дела но надо иметь содержание понять что именно делать и у людей были вопросы что нам делать какие действия у нас должны быть чтобы творить дела Божьи дела Божьи надо творить а чтобы творить что нам необходимо чтобы это произошло это значит тварь значит сотворить изобретать что-то делать создать что мне делать чтобы создать то что называется дело Божье сотворить то что называется дело Божье привести реальности, то, что называется Божьи дела. Что мне делать, чтобы творить? Иисус дал ответ. Вот дела Божьи, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот дела Божьи, чтобы вы верили в того, кого, что Господь послал, Отец послал. Это очень важный вопрос. И интересный ответ. Верить в того, кого Отец послал. Кто это? Иисус. Это значит, мне надо изучать Иисуса как личность. Второе. Как лукопейший Феофеум изучать дела его. Третье. Вникать в его учение. И сверх того, верить. Верить Иисуса как личность. Верить Ему как Господь и принимать и принимать его как Спаситель. Спаситель тот, кто спасает людей от грехов их. Каким образом? Верить, что Он умеет за наши грехи. за наши грехи. Верить, что Он что? Дает силу жить жизни над грехом. Верить, что Он оправдывает нас, когда мы идем по слову Его. Верить, что нам нужно именно за Ним идти. И верить, что что бы Он нам не скажет, Он имеет в виду то, что Он говорит. Что мы можем делать то, что Он говорит. если Он нас посылает, мы идем. Он нас призывает, мы приходим. Он говорит, дело то, мы делаем. Верить в Него как лично. Он будет первым в нашей жизни. Он будет главным в нашей жизни. Ставить Его приоритетом во всем. Его мысли мы принимаем как наши. Его пути мы принимаем как наши. Наши пути, наши мысли, Наши воли подчиняются ему и его мысли, и его пути. И когда мы принимаем его в таком положении и верим в его, тогда мы можем творить дела Божьи. Второе. Что он делает? Как он делает? Как он обращается с людьми? Что он им говорит? Мы изучаем это, и мы что? Верим, что мы можем так же, потому что он вчера, сегодня, вовеки тоже. Как в библейские времена, так и сегодняшний день он изменится. Поэтому мы смотрим, при каких условиях он что-то делал, при каких условиях он что-то говорит. Мы изучаем эти моменты, потому что всему свое время, и время всякой вещи под небесным. Поэтому мы смотрим, каждый человек он индивидуал, и как он подходил каждому человеку особо, нежно, мудро. И так мы подходим к каждой ситуации. Мы не обращаемся к людям оптом. Они не товарищи, товарищи, товарищи и вещи. Они есть люди, личности, и мы должны индивидуально обращаться к каждому. Его сфере нужды и потребностей, и помогать Ему утвердиться в своем Божьем. Именно, как Иисус сделал. Когда мы верим так, мы можем поступать соответственно, как Иисус поступил. Откуда я знаю, он так сам сказал. Иоанна 14, 19, он говорит, если вы верите мне, дело, которое я творил, вы сотворите им Божьем. Опять мы встречаемся с словом творить. И он пред этим говорит, если вы верите, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дело, которое я творил, он сотворит им Божьем. Опять вера и творит. Вера как глагол действия, действующий глагол, и творит тоже действующий глагол. Поэтому он говорит, что вера требует действия. Вера это не просто какая-то догма, какая-то идея, это то, что требует действия, требует движения. Аллилуйя. Поэтому мы смотрим, как Иисус действовал, как Он двигался, как Он шел, что-то делал, написал, как Бог Духом Святым и Огнем помазал Иисуса из Назарета. И Он что, ходил, благотворял, и силял обладаемый дьявол, потому что Бог был сын. Поэтому, когда мы изучаем, как Бог благословил, или как Бог Духом Святым помазал Иисуса, мы узнаем, как и мы, как Он, так и мы, как Он, так и мы, как Он ходит, так мы будем ходить, как Он исцелять, так мы будем исцелять, как Он избавит обладаемый дьявол, так мы и делаем. И Он это сказал, имени Мои, уверовавшие во Мне, будешь то изгонять Бесов. Иисус изгоняет Бесов? Да, как Он изгоняет, так мы будем изгонять именем Его. Почему личность Иисуса важна? Важнее моей. Потому что изгонять Сатани и Бесов не в моем имени, а в его имени. Его имени, не именем Самсона, не именем моего служения, именем Христа. Именем Христа. Именем Христа. Именем Христа. Мы говорим, Бес, уходи, проси. Именем Христа мы говорим, стань и ходи. Именем Христа мы говорим, исцеляйся. Именем Христа мы проповедуем Свобожие. Именем Христа мы помазаны. Именем Христа. Поэтому, когда ты понимаешь, что вера требует движения и действия, тогда дело будет веротворить. Он говорит одному, вера твоя спасла тебя, вера принесла спасение. Вера твоя исселена тебе, глаза появляются, зрения нет, появляется зрение. Вера творит, аллилуйя, вера укрепляет. И поэтому, чтобы творить дело Божие, без веры невозможно. Учить людей, как Иисус учил, без веры невозможно. Иначе можно просто напонять голову людей буквами и водой. У них будут знания, но не будут силы. Силой не будет. У них будут знания, но дела не будет. Они много будут знать, и сидят теплые скамейки и кресла, и ничего не произойдет. Но мы призваны творить. Мы люди, которые творим дело Божие. Аллилуйя. Потому что мы люди веры. Аллилуйя. Вера творит. Аллилуйя. Скажите, вера творит. И моя вера способна творить дела Божие. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому Яков, послание Якова, 2 глава, 20 стих написано. Но хочешь знать, но хочешь ли знать, не основательный человек, что вера без дел мятва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, послужив на жертвенник Исаака, сына своего. История, вы знаете, да? Действия веры Авраама. Окей. Видишь ли, что вера содействовала делами его. И делами веры достигла совершенства. И исполнилось слово Писание. Веровал Авраам Богу. И это мнилось ему праведность. И он наречен другом Божьим. Смотри, что вера делает. Вера помогает тебе действовать. Вера, что осуществляет определенные задания. И вера сделает человека другом Божьим. Аллилуйя. Слава Богу. Видите ли, что человек оправдывается делами. Они веруют только. Подобно и Раф блудница. Не делами ли оправдывалась. Приняв согладательств. Опустив их другим путем. Это была женщина. Блудница. Которая услышала, что Бог уничтожит город. Где она находится. И люди, которые принесли послание. Она не побоялась их принимать. Зная, что когда их узнают. Увидят. Их убьют. Уничтожить. Она с верою приняла их. И когда они сказали. Этот город уничтожится. Она не сомневалась. Она верила. И сказал им. Спасти меня. Когда этот день настанет. И они рассказывали о ней. И за ее действие вера. Сохранить их жизнь. Эти жизни согладателей. И когда Иисус к нам пришел. Дали ей понять. Дать им знак. Где она находится. И собрали свои близкие. И родные. В доме. И чтобы какой-то ткан красный. Повесить на окна. Чтобы они заметили. В этом доме есть человек веры. Аллилуйя. В этом помещении есть человек веры. Не надо прикасаться к ним. Израильтяне понимают. Что значит иметь кровь на косыки двери. Знак. Как дух убитый проходит. И не прикоснется. И они взяли город. Уничтожили город. Но ее сохранили. И со временем она имела место в народе Божьем. Ее вера зафиксировала. Будущей проституткой. Она через веру и действие творила спасение. Ее вера спасла ее. Ее вера избавила ее. И стала человеком Божьим. Вошла в семью Божьей. Вера меняла всю жизнь ее. И о нем. О ней говорит Писание. И поэтому Яков, один из учеников Христа, пишет о ней. И говорит, подобно Ираав. Блудница. Не делами ли оправдывалась. Приняв соградателей. И опусти их другим путем. Ибо так тело без духа, метва. Как тело без духа, метва. Так вера без дел метвы. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы у нас было дело. Но для этого нужно верить в Сына Божьего. Того, кого Отец послал. Аминь. Аминь. Посмотрите со мной Деяния апостолов. Возвращаемся к Деянии. Вторая глава. Одиннадцатый стих. Там вот что люди говорили, которые были на площади Иерусалима. День предыдущих, неси. День предыдущих, крестьяне, арбатяне и все остальные услышали их. Ихними языками. Говорящие о великих делах Божьих. Что это значит, что они говорили о великих делах Божьих? Они просто называли список. Дали список. Как Бог великие дела творил. Я думаю, что что-то большее. Они говорили на речи тех народов, что Бог собирается делать, которые есть в его великих делах. И как это делать? Потому что они услышали от Иисуса. Как творить дела Божьи? Это верить в Иисуса. Поэтому, когда они говорили о великих делах Божьих, в том, это великие дела Божьих было, как верить Бога в дела великие Его. Аминь. И я уверен, что многие возвращались домой и творили великие дела Божьи. Там были представители из Ливии, в северной части Африки. И когда-то это были христианские территории, в северной части Африки. Некоторые из Эфиопии, Месопотемии, некоторые из Египетии. Пока христиане расслабились, и мусульмане не взяли территории Северной Африки, и как Туниси, и как Марокко, и так далее. История показывает. Все эти территории раньше были христианские территории. Потому что были представители день перед изъятности. Аллилуйя. Но я имею хорошее новость для нас. Мы возвращаемся к нашим делам. Мы призваны и восторжаться, и мы люди взяты в утех, и начинать восвешать дела Господни. И поэтому мы видим, что происходит здесь. Дела Божьи. Верой. Без веры все это не получится. Но просто одна вера бездельно бесполезна. Вот. Мы видим люди, наши общения, циквя, верующие. Я верю в Бога. Главное, я верю в Бога. Но ничего не буду делать из меня. Я покаясь и верю в Бога. Но надо делать того, что демонстрирует и дает плоди покаяния. Плоди праведность. Плоди любви. Не просто, знаете, я верю в Бога, самое главное, у меня вера в души где-то. Я сижу, нет, написано, не оставляет что-то. Бодрствуйте и читайте Библию, молись, поддерживай и так далее, так далее. Сейте, прими семена Божьи и сейте, служите, проповедуйте, молите. Все это делается верой. Ты не можешь сказать, я верю, если скамейки теплые, чтобы только тебе давали, а ты не готов ничего делать. Я верю, что Бог меня любит. Это правда. Теперь демонстрирую Божью любовь другими. Иначе твоя вера не оттва. Поймите меня правильно. Есть люди, которые пишут записку, чтобы за них молиться. Одно и то же записки. Каждую неделю или месяц повторяются. Они каждый раз повторят одно и то же. Одно и то же. Любой проповедник, который приезжает к ним, будет молиться об одной и то же проблеме. Знаете, почему? Вера без дел. То малое что знает, они не хотят ничего делать. Почему именно я? А пусть кто-то делает. Почему я должен пойти, кто-то делает. Эй, 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 дорогие мои, времени для этого уже нет. Лето, жизни наши, дни наши, сочетаны Господом. У нас немного времени, а время действовать. Чтобы творить, чтобы творить, надо действовать. Не только верить, но двигаться. И Бог призывает нас. Иисус доверяет нам. Поэтому собрался ученики. Он начал говорить с ним об этом. Друзья мои, есть колоссальное пророчество об Украине. Мы верим в это пророчество. Но если мы ничего не будем делать, ничего не будет твориться. Люди будут разочароваться. Люди будут в беде. Люди будут плакать. И так далее. И зло будет распространяться, как грибы. Но когда мы начинаем не только молиться, а делать, о чем мы молимся. И Бог будет с нами. Как был с Иисусом. Аминь. Как Бог помазал его, так Он помазал тебе. Как Иисус шел, так мы должны идти. Иисус сказал дважды. И Иоанна 17 глава, Он сказал. В 18 стих. Отец, как ты меня послал, так я посылаю их. Это до смерти. А когда Он воскрес и смерти, пришел к ученикам и сказал им. Мир вам. И вторая доза. Мир вам. Как Отец меня послал, так я послаю вас. И духну на них, Святого Духа. Как так. Как Отец послал, так я посылаю вас. Аллилуйя. Это значит, что то, что у Него было, то и у нас будет. То, что Он творит, то и мы сотворим. Что Отец Ему дает, то же Он дает нам. Как Отец был с Ним, так Он будет с нами. Аллилуйя. И результат, Судей Несоса Христа, мы можем ожидать такие же результаты в Украине. И за пределем Украины. Аллилуйя. Вы понимаете, о чем мы говорим сегодня? Когда мы посвящаем Себя Отцу, как Иисус посвятил Себе Отцу. Когда мы посвящаем Себе Та же людям, как Иисус посвятил Себе служение людям. Поверьте мне, у нас будет практически одинаковый результат. Потому что сказать, что Я творил, Вы сотворите. То есть, Вы повторите. Но для этого нужно верить, что как Я сделал, Вы сделаете. Если Вы не остановите, о, Он же был Иисус, Он же был Сын Божий. А, да. А я верю, что Ты тоже Сын Бога. Ты тоже Дутие Божие. Иисус называет нам все братьями, сестрами Его. Иисус говорит, что мы наследники, мы и сонаследники Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. И тот же Дух Святой, который был на Иисуса, Дух Святой внутри нас и пришел к нам. Та же сила Святого Духа, который двигался в Иисусе, та же сила Божия, мы приняли, когда Дух Святой сошел на нас. И как Бог был с Иисусом, так Он с нами. Иисус сказал, и я тоже буду с Вами до скончания века. Аллилуйя. Нет лучшего послания нашим Богом с Тобой. Аминь. И поэтому мы увидим. Евреям 11 глава. Евреям 11 глава. 32 стих. Евреям 11, 32 стих. Что здесь написано? Что я скажу? Не достанет, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидионе, о Вараке, о Самсоне, и Ефае, о Давиде, о Самуэле и другие пророки, которые верою побеждали царства, творили правду, получили обетование, заграждали уста львов, угощали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужие, жены получили умершие свои воскресенье, и ниже замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Халлилуйя, халлилуйя. Что вера делала? Он говорит, время не позволит мне вам сказать, чему способен вера. Первый. Верую, что победили. Это действие. Вера ведет к победе. Но вера без действия, нет победы, значит победа нетва. Но когда ты веришь в что-то, что Бог призвал тебя, что Бог любит тебя, и ты начинаешь жить как человек, который Бог любит. Ты ведешь себя как человек, который Бог призвал. Что это значит вести себя как человек, который Бог призвал? Это просто когда Бог меня призвал, Бог меня... Не, не, не. Когда Бог призывает тебя, Он призывает тебя к кому-то. Он дает тебе что-то для кого-то. Все дарят духовно не для тебя, а для кого-то. Благословение делится с другими. Откровение делится с другими. Как Иисус сделал. И ты увидишь, к одному ты пойдешь, скажешь, мир дому всему твоему. И сели бы них, и сгоняй бьесу, и скажите им со свободы приблизо к вам. Кто-то примет, кто-то не примет, иди дальше. Аминь. Кто-то не примет, иди дальше. До того, что ты стреляешься с тем, который примет. Вера не останавливается ни за что и ни на чем. Она идет дальше. Для чего? Для победы. Они побеждали сасва. Какие сасва? Сасва демонические, сасва сатанистские, сасва болезни, сасва ограниченности, сасва зло и тьмы. Они победили их. Творили правду. Кто-то говорит, о, в этом мире невозможно ни жить коррумпированной жизни. Все некоторые верующие бизнесы не могут заниматься чистыми, ничего подобного. Верой можно творить правду. Можно отделиться от зла. Не надо обязательно вмешиваться в дела, которые там грязные. Я вижу, что, понимаете, позвольте мне сказать это. Это проблема нам, многие из служителей. Мы верим в Бога. Бог дает нам силу. Бог дает нам все необходимое. Призвание у нас есть. Мы начинаем наше служение. Верим в Бога. И мы видим, первый человек пришел, второй человек пришел, третий человек. Люди начинают набираться, собираться. Двадцать человек уже есть. Пятьдесят есть. Сто есть. И, возможно, двести растет. А потом что-то в голову приходит. До света время мы творили правду. А потом мысли приходят. О, нам нужен бизнесменов. Это плохо иметь бизнесменов? Нет. Но мотив. А когда они придут, мы обнищаем и карман. Мы все вытрусим и карман. Но мы так не говорим. Но мотив. Через них у нас будет много денег. Поджертвование. И мы рисуем себе проекты. Мы меняем начавший проект, который привел первый человек, второй человек, третий человек, десятый человек, пятьдесятый человек, стоний человек. Мы забиваем это. И мы думаем, что какая-то дадья Вася Иван Ивановича придет с чемоданом. И когда он придет, мы купим то, мы сделаем то. И многие люди придут. Мы начинаем заниматься показухами, вещами, удовлетворяя просто эмоции людей, а не духа и души для спасения. Или, а потом мы начинаем. О, если у нас будет связь с депутатом А, депутатом Б, депутатом В, депутатом я, контакт с президентом, контакт с тем. И в нашей церкви будут ходить пару депутатов. Мы пошумели немножко, что у нас церкви так. И какие-то известные люди, спортсмены, какие-то народные артисты будут у нас. Мы пошумели, пошумели, чтобы люди знали, что у нас все хорошо. И мы забивали. Ради чего Бог нас призвал. Мы гонимся за этими чемоданами и портфелью, эти погони. И мы не знаем, что это уже начало падения наше. Почему? Потому что мы перестали творить правду. Уже не принимаем простые люди. Мы уже недоступны, как раньше. Когда первый человек был, мы были доступны. Когда десятый, причем мы были доступны. Когда 50 человек, мы были доступны. А когда уже стали 500 человек, мы уже не доступны к никому. Мы стали очень важным человеком. Это не правда. Мы должны творить правду. Вера творит правду. Вера прозрачная. Вера должна творить что? Правду. Аминь. Аминь. И он что-то еще говорит. Получили обетование. Мы можем говорить это часами, часами. Получили обетование. Заграждали, закрыли рот. Простите за такую фразу. Усталлива. Как случится Данилов. А в реальной жизни, те, которые хотят съедать, то ли духовные, то ли люди. Потому что твоя вера может закрывать их рта. Когда они хотят говорить против тебя. Когда их глаза увидят дела твоей веры, у них не будет слова. Те, которые были против тебя. Бог использует тебе твою веру. Помогать им или грозники. Они уже станут твоими друзьями. Враги станут друзьями. И они уже больше говорили против тебя. А за тебя и будут с тобой. Я это много видел. Время не позволит об этом рассказывать. А мне нравится это. Жены получили. Благодаря вере, жены что-то получили. Умершие получили обратно. Что умер у жены? То ли дети. То ли любовь. То ли семья раслагается. То ли мир в семье. Они своей верой. Меняли обстановку. Смерть отступили. От них. Жизнь вернулись. Я хочу на это остановиться. И помолиться. Чтобы жизнь пришла и заняла свое место. Свое место в тебе. Аминь. В твоем доме. В твоем служении. Потому что вера творит жизнь. Вот все же я говорю. Это что ты делаешь? Вера приносит жизнь. Вера приносит оживление. Что умер вера воскрешает. Аллилуйя. 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 Я молю. Чтобы каждый день. Бог дарова тебе. Новое свидетельство. Благодаря твоей веры. И дей своей веры. Запомни. Вера творит правду. Если вера творит правду. Вера творит дела. Вера может все угодно творить. Новый глаз. Новый слух. Обаяние. Новые органы. Новые сессии. Печень, почки, слезенка. Все. Вера творит. Вера творит. И написано. Мы верою познаем. Что мир создан. Словом Божьим. Вера творит. Творит. Поэтому. Иисус. Иисусу было важно. Чтобы ученики им. Понимали. И готовились. И ожидали. И знали. Что им. Тоже. Ожидают. Когда они пойдут. Делать то, что им сказал. Он им говорит. Когда Дух Святой сойдет на них. И они получат силу. Они уже предварительно знают. Что будет происходить. И так же мы должны знать. Даже через их пример. Их жизни. Что когда мы принимаем Святого Духа. Мы уже предварительно знаем. Путь наш. Что ожидать. Но сидеть дома. Или сидеть на собрании. Или ничего не делать. Наша вера будет считаться не Тво. Я молю. Чтобы Твоя вера не умела. Во имя Иисуса. Я пророчествую. То, что убивает веры. Не убьет Твою веру. Без дел. Не уничтожит Твою делу. Но действие Ваше. Согласно с Вашей верой. Оживить все по пути. Твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. И берите это наставление. Бодрствуйте. Хотя бы один час. Каждый день. Чтобы не впасть в искушение. Спасибо Вам большое за этот день. Спасибо за внимание. И пусть Господь всегда благословит Вас. Господь благословит Вас этот день. И завтра в это же время мы с Вами встретимся. Помните. Благо праведнику. Ибо Ти будут вкушать. Влади Дел Твои. Я люблю Вас. И говорю себе. С Днем Рождения. И спасибо за Ваши молитвы. Увидимся завтра. В это же время. С миром Божиим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова